Насколько я знаю, сейчас российский МИФИН есть понимание. Эта программа проходит окончательный этап утверждения. МИФИН внес, естественно, поправки, которые позволяют скорректировать деятельность программы. И программа должна соответствовать настоящим экономическим реалиям наших стран. Поэтому такие коррективы должны быть внесены. Но, по моим оценкам, я надеюсь, что программа запустится и начнет работать уже во второй половине этого года. Вообще, введение в гражданские обороты, в эксплуатацию систем, которые создаются, оно носит такой долгосрочный характер. Я могу сказать, что сейчас делается ряд... Сейчас очень популярны университетские спутники, спутниковые аппараты, которые делаются облегченные. Вот на таких системах сейчас в данном... Я просто говорю о том, о чем я точно знаю. Вот Беларусь сейчас, Беларусский государственный университет делает такой аппарат спутниковый университетский совместно с рядом университетов Российской Федерации. И вот на этом аппарате мы уже будем испытывать те вещи, которые создавались в рамках программы 2009-2012 года, будем испытывать в реальных космических условиях. Это ряд датчиков, систем ориентации, электроника бортовая и элементы конструкции со специальными покрытиями, которые будут приводить к облегчению, снижению веса вот таких аппаратов. Я могу сказать, что ряд систем, системы терморегулирования, датчики, они уже вот... Некоторые из этих элементов конструкции в настоящее время используются уже в ряде... Ну вот, допустим, я могу назвать... Вот недавно есть такая российская, европейская программа «Экзомарс», и, по-моему, несколько дней назад был запущен десантный модуль. Либо на Марс готовится десантный спускаемый аппарат на Марс, либо он уже запущен. Так вот, теплозащитные материалы, которые использовались в облицовке этого десантного модуля, при их создании использовались в том числе и на материалы, которые создавали в рамках программы Союзного государства нанотехнологии СГЭ. Но поскольку аппарат уже там, ну, надо понять, что что-то из того, что мы делали и испытывали, оно уже находится на орбите и готовится к спуску, либо в скором времени будет летать вокруг Марса по определенной орбите.